Что касается полисчанского угля, проводились ли вам встречи и переговоры с данным руководителем Мещанского угля по поводу погашения задолженности? Если проводилось, то такой результат. Если не проводилось, то почему у вас был месяц для этого? И второй такой вопрос, немножко меня опередили, как правильно заметил Андрей Павлович, тариф обоснованный. Мне вот интересно, если тариф обоснованный, куда уходят средства? Более того, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то то крыло постоянно говорило, что даже этот обоснованный тариф, он завышен, и его надо уменьшать. И возникает вопрос, если не уменьшать, то почему повышаем? Мы же должны уменьшать его были. Или, дорвавшись, как говорится, до директоров коммунальных предприятий, они решили повысить, а не уменьшить. Так это все было, оказывается, лозунги. Так и ты кричал лозунг. Так и ты кричал. Павлупанов, вы же как депутат, официальное лицо это все говорили. Я встречался с ними три раза, крайний раз был вчера, мы сидели, разговаривали, то есть там прорабатывается вариант выплата долга, то есть это через покупателя. Покупателя, то есть находим покупателя, который не покупает долга, и они нам эти деньги возвращают. Так, а что с обоснованным тарифом? За что? Что с обоснованным тарифом? Он уже не обоснованный? Нормальный. Нормальный, повышать тариф, вместо того, чтобы понижать. Все это было, оказывается, слабо. 50% потерь на предприятии. Замечательно. И когда мы понимаем, это не порывы, это кражи. Замечательно. Та сторона знала об этих потерях и все-таки говорила, что тариф завышен. Нет, не обоснованно. Завышен. А оказывается, теперь, что тариф нормальный, надо повышать даже. Есть мероприятия, которые, если внедрить, они позволят снизить и тариф, и потери. Ослучьте эти мероприятия и сроки, в которых вы их внедрите. Весь вопрос в инвестициях. Извините, пожалуйста, если вы будете рассчитывать 4 миллиона ежемесячно из-за родского бюджета, это сумма, которая превышает бюджет развития города Лисичанского. За счет каких инвестиций вы планируете реализовывать программу по установке счетчиков? Это вопрос второй. Я все-таки не услышала ответ на вопрос по взаимоотношению с предприятием Лисичанского. Конкретные сроки. То, что вы встречались, говорили, это не разговор. Конкретные сроки по погашению задолженности. Потому что эту сумму вы все-таки включаете в планируемое поступление, за счет которого вы будете погашать задолженность по электроэнергию. У вас стоит конкретный срок на отключение. 1, 14 февраля. Ваши конкретные действия по погашению задолженности. В том числе за счет предприятия Лисичанского. Данная сумма по Лисичанск-Уголеву, она не пойдет в счет погашения за электроэнергию. А куда? Она никуда не пойдет. Если эта сумма будет получена, она пойдет на погашение на плату заработной платы текущей. За электроэнергию мы завтра будем вести переговоры с ТЭЦ. 3,2 миллиона. Уважаемые депутаты, я прошу вспомнить 4 февраля и вам всем на электронную почту на своих адресах были разосланы письмой. Сейчас водоканал, а еще надо не обманула. Никакой политики, одна экономика и четко факт. Очень плохо, что вы подписываете все то, что вам, как слово, так называемый, это ваш характер. Который, как сказал Рейхан Семенович, без даты это ничего не считается. Ну, первый пункт. Вернение на нету до Лисичанской миспорады на 3 недели в месяц. А вы отказали, что по бюджетному кодексу такой выплаты быть не может. Второе. Дисненная проверка финансово-господарской деятельности. Она прекрасна. Ваш целовек, который вложил себя на большие деньги и считает себя большим экономистом, должен был вам рассказать, что проведение финансово-господарительной деятельности никак не может повлиять в будущем на выход из кратичной ситуации. Вы можете найти только эти ошибки и избежать их в будущем, но никак не выйти в данный момент из кратической ситуации. Третий пункт. Инвентализация абонент. Это ваша работа. Это вы делаете. Здесь я работаю с юридичным условием и с поживочем в частении по вашей недели запробованности. На сегодняшний день вы планируете обратиться в Свернецкую ТЭЦ, которая сидит на постанове 217 на алгоритме отделения денежных средств. Вы думаете, что у них лежат для вас 3,5 миллиона? Это лежат и все. Прекрасно. Вы обратились на Лисичанскую, у которого задолжены по заработной плате, методы, это господдержки. И это адресство у них поглядит. Это крайне низкое. И вы же в детских денег. Это так. Это констатация. Проводение прямого слоя ввиду с договора конструктуризации. На сегодняшний день, на 11 часов голоса, в ней подтвердили информацию о том, что вы к нему обращались и дали хоть какой-нибудь проект этого договора или грант. Ну нет у этого. Дальше. Пенопад про водопостачание. По-моему, городской уголов рассказал, что он там обращался и не показалось, кого был рад. Пенопад с задумником. Где? Где выкнул? Мне не видно, пожалуйста. Мне не видно, что это беда. Где? Кто вышел? Кто решает? У вас прям будут встречания, переговоры не предползисят. А, понятно. То есть мы кому-то звонили, что кто-то делал, это нужно быть глупость. В роте не конкурсной торги, в группу с начальником электрической энергии. У вас 26 часа была приказная возможность начать переговорную процедуру. Начать это? Нет, не начать. Комплексное выращение питания. Начинаем на 14 февраля. А что тянем? Не знаю. Сейчас идем в тендерный процедуру. Комплексное выращение заучить и профильные слушательные рады. Ну, участвуйте. Залучение Волочинской Минской Рады еще до авансово-платежного завода. Согласно, те, которые вам подсказывают, а вы подписываете, не думая, должны были вам подсказать о том, что есть предоплата только на энергоносители. К сожалению... 30% по соглашению сторон... Оживение в водах не относится к энергоносителям. И вам должны были эти сказки. Звергнули Лочинской Минской Рады до Лагарта, Кабмину. Ну, если бы вы хотя бы раз написали на него письмо и протолкнули бы его, я бы посмотрел, как быстро вы сможете это сделать. Удачу вам в этом. Аудит из-за тех, что мы решили, что это ваша работа делаете. Молодца. Реализация программы обозначения банокартеры с выданки в возрасте облику прекрасна. Но это на будущее вы работаете. На будущее, но не на сейчас. Из какого переплога вы возьмете порядка 38 миллионов гривен на установку этих счетчиков? Еще раз, сколько? Вам нужно установить более тысячи счетчиков на воду. Мы сейчас говорим о районе РТИ. Хорошо, 123. Умножайте на 30 тысяч, на 40 тысяч. Сколько это будет? Сейчас у них цена есть от 25. Это самого счетчика. Плюс проектные работы, монтажные работы, стандартизация. Ну, ваше шкаталок, которое подвинуло, оно же не подсказало. Ну, ладно, это ваше дело. И самая вишенка на торте. После проведения финансово-господарских перевер, инвентаризации и аудита мереж, внесения корректирований, запланованных заходов и разработки новых дополнительных заходов. По загоням, никакой конкретики. Но я хороший. Извините, у меня все. Депутат Куртон, пожалуйста. Что я вам хочу сказать насчет Лисичанск-Угля. Я не знаю, как поднять, но как лицо, которое проработало 12 лет в структуре Лисичанск-Угля, я могу вас практически заверить, что очень маловероятно, что вы получите эти деньги. Потому что, в первую очередь, при задолженности по зарплате, руководитель, естественно, грамотный, чтобы избежать уголовной ответственности, будет выплачивать зарплату. Потом электронель, а потом уже будет против расчета с кредиторами. Ну, то есть, это как бы название нового. И, кроме того, я все слушаю, все плохо. Когда-то, может быть, все будет хорошо. Вот у людей, которые зарплату не получают, лично вот у меня, да, спрашивают. Ребята, это ж какому такому кризис-менеджеру пришла такая светлая идея при такой ситуации вести должность замдиректора с окладом 20 тысяч? Я понимаю, что это вакансия пока. Ну, если зачем-то вводили эту должность? Говорят, люди в шоу. Вот именно, это пока вакансия. Так зачем мне было по сегодняшний день эта вакансия? Ну, а сам, ну, вот это вот действие фактическое, да, в то время, еще раз говорю, когда Александр Георгиевич, мы там контейнера проверили столько-то штук, их обследовали, мы там автобусы сремонтировали какие-то уже дети. То есть, вот, это вот действие человека. И ваши действия, и кто там, я не знаю, вести должность. Я думаю, что мне должны были быть действия с нулем на счету. Вводите должность, и господи, мы все правильно. Значит, уточнение, про всем точку. Это вакансия, это вакансия, это профсоюзный комитет, вы сказали о том, что вы отзываете приказ о создании этой штатной деятельности, это неправда. Это неправда. Мы с профсоюзным кабинетом, профсоюзным комитетом разговаривали, они сказали, что они против, я говорю, ну, это ваше право, пускай висит. То есть, в день в раздел с городского бюджета, что вы будете в должности, который за областной платой 22 тысячи ежемесячный? Оклад. 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 То есть, вы же будете его найти, имея задолженность к за областной плате несколько месяцев, неоплату по электроэнергии, вы вводите вакансию замдиректора с окладом 22 тысячи. Это ваше действие, вы вводите в ажиоприятия. Максим Атольевич, а у вас штат полностью комплектованный или нет? Нет. Нет. Какие вопросы? Штат не комплектованный. Штат не комплектованный. Нет. Ну, так вы говорите, смотрите. Вы сказали, что, как и многие депутаты, что здесь сейчас убьем, это пустая трата времени, ничего не заплатят, как ИТС. Вы считаете, в этом направлении нужно работать? Однозначно нужно, да? Это первое. Более того, я понимаю, допустим, даже объединение Вещанск-Уголь в первую очередь будет нацелено на то, чтобы выплачивать заработную плату своему коллективу, но тем не менее, как водоканал отключает от электроснабжения, так и шахты, стратегические предприятия, вроде бы как нельзя строить без водоснабжения, но в то же время предприятия, которые не платят за экономическую услугу, ставят, получается, не то что в неудобное положение, а в критическое положение коммунальное предприятие, это раз. Что касается, допустим, вы говорите, мероприятия на будущее, в принципе, вся работа и состоит в первую очередь не только решение каких-то текущих дел, а именно стратегическое планирование. И как раз выявление предшествующих ошибок, которые пойдут на минимизацию издержек и расходов, они пойдут на улучшение финансовой деятельности предприятия. Это немаловажный шанс. Олег Иванович, стратегический менеджмент без запросов, он должен быть и он будет. Но есть вопрос в том, что на сегодняшний день предприятия под угрозой отключения, полного отключения, не только насосные на РТИ, под угрозой отключения, все насосные водоканалы. Эдуард Иванович, а вы послушайте жителей города. Если отключат все насосные в город, это будет более справедливый шаг, чем когда отключают только одну часть в городе. Ну это традиционный подход. Жалко не, что у меня корова сдохла, что у соседа жива. Это понятно. Нет, я не согласен с вашим принципом. Мы просто действительно жители РТИ и жители Матроска действительно возмущены. Отключают только вот обострой детскую больницу. Кстати, при прошлом отключении, если вам здесь известно, было отложено более 40 операций ввиду отсутствия воды. Это дети, которые нуждались в операции. Были жители РТИ, сидели без воды, были жители Матроска. Олег Владимирович, у меня два лет, три раза отключали электроэнергию. Я не помню такой ситуации при предыдущем руководственном канале. Ну, уважаемый депутат, я думаю, давайте подводить черту. Вы, кстати, уже слышали мнение депутатов. Сегодня вы услышали мнение заместителя губернатора на совещании. Подводя черту, я хочу сказать о том, что если в течение недели у предприятий сейчас в этом канале не будет подвижен, я буду ставить вопрос о досрочном расторжении контракта. С вами, как свободно, обеспечиваясь за невыполнение условий контракта, связанных с обеспечением денег с предприятием. Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, не рассчитывайте на как раз. Добрый день. За месяц своей работы могу сказать следующее. Приступив к своим обязанностям, удивило то, что согласно постановлению НКРАЕ, в декабре месяце не было оформлено заявление на присоединение к условиям договора поставки электроэнергии. С компанией «Нероскейт» и «Слэл» на транспортировку электроэнергии. Соответственно, не была оплачена предоплата в размере 276 тысяч, что было обязательным условием договора для получения электроэнергии. Под угрозой было освещение лестничных площадок, лихтового хозяйства, наружного освещения. На тот момент денег для предоплаты не было. Для решения вопроса неоднократно были поездки в Старобельск, была достигнута договоренность, вопрос был решен положительно. Договор подписан. Следующий вопрос – это вопрос технического состояния трубопровода в подвалах. А именно наличие утечек с труб, неисправность системы канализации, затопленность подвалов. Приказом по предприятию назначена была комиссия по осмотру инженерных коммуникаций подвалов. Было выявлено 15 подтопленных подвалов и ликвидировано 30 порывов. За счетный период на аварийную службу поступило 525 заявок. Взаимного месяца произведена замена трубопровода по холодному водоснабжению 272 метра погонных. Центральному отоплению 287 метров погонных. Водоотведение 23 метра. Следующий вопрос – это был вопрос отсутствия центрального отопления в административном здании ЖЭК номер 5. С 1 января в ходе разбирательства выяснилось, что 31 числа декабря, примерно в 12.45, работники теплосети отключили отопление по неизвестным причинам. В ходе проверки, начиная с 2016 по 2018 год, в отопительный сезон отопления было. Есть объяснительные сотрудников, которые работают в административном здании. На данный момент вопрос у нас по теплоснабжению не закрыт. Также выявилось, что потребление электроэнергии в административном здании ЖЭК номер 5 значительно превышает расчетное. В результате осмотра было выявлено подключение к электросетям в административном здании ЖЭК номер 5 оборудования висичанской теплосеть. На территории находится их помещение, что нанесло ЖЭКу материальные затраты. Руководителю теплосети были направлены письма с просьбой прислать сотрудников и разобраться в создавшейся ситуации. На сегодняшний день тоже вопрос также не закрыт. Месяц январь был тяжелым погодным условием. Дворниками чистилась территория и подходы к подъездам от снега. В гололед производилась посыпка внутридомовой территории и посыпочный материал. В период с января месяца было закуплено 60 тонн песка, 300 кг соли. Жалоб на работу дворников не поступало. Трактор к работе в снегопад подготовлен не был. В срочном порядке пришлось ремонтировать и переконструировать отвал, что дало возможность чистить от снега дворы, тротуары, а также подъезды к учебным заведениям и так далее. Тяжелое положение в данный момент у нас в Кровле. За январь месяц поступило 205 заявлений от жильцов на течь Кровле. Для уменьшения подтопления квартир электрощитков принимаем меры по очистке кровли от снега. Очищено приблизительно 15 тысяч метров квадратных кровли за январь месяц. В том числе и методом осушивания газовыми горелками, где конструкция кровли плоская. Разогрето 225 метров погонных замерзших левнестоков, что предотвратило затопление племенными водами подъездов и квартетов. На скатной Кровле проблема в образовании сосуля, которые с кровлей по техническим причинам сбить невозможно. После внеплановых обходов жилконда в местах, где существует опасность для населения, применяются сигнальные ленты. Для самых аварийных и опасных мест привлекался автомобиль КТП.